Сын сказал, мама, не двигайся, он рисует мой портрет. Сказал, не шевелись и в телефон не смотри. Это я, товарищи. Очень красиво. Глазаста, губаста, ноздряст. Всё очень красиво. Главное, очень похоже, да, сынок? Варим, да, яйца сами уже? Да. Правильно, готовимся к первому классу. Вдруг придёшь со школы, а есть нечего, да? Всё, закрывай холодильник. Аккуратно. Так, включай. Плиту включай сначала. Так. Нажимай на неё и крути. И крути в другую сторону. В эту сторону. О, и нажимай теперь. Нажимай. Всё. Яйца. Яйца. Ну, хорошо, ставь. Уверенно ставь. Чтобы не упало. Ну, это так разве ставят? Надо вот так. Всё, 15 минут засекаем. И блюдо готово, да? 15 минут. А у меня ещё проще блюдо. Роллтон. Чё-то так захотелось. Сто лет не ела. Иногда хочется такой гадости. Так, всем привет. Сейчас рождественский сочельник. Я решила сварить холодец. Варила его 4 с лишним часа. У меня здесь свиная галёнка. И она вроде бы разварилась. Мясо от костей отстаёт. Сейчас я хочу остудить её. И были у меня куриные ножки. Вот. Я их сейчас тоже достану. Чтоб они остывали. И буду разбирать холодец. Сделаю это первый раз в жизни. Не знаю, что туда добавлять. Я только посолила. И хочу выдавить туда свежего чеснока для запаха. Вот. И посмотрим, что у меня из этого получится. Я переживаю, что он не застынет. Но потом поняла, думаю, столько костей. Он по-любому должен застыть. Тем более, вот эта свиная рулька. Или как правильно там называть. И я отлила немножко сюда. Ещё час назад с курином. С одной ножкой обобрала. И поставила проверить. Потому что вдруг, думаю, не позастынет. Но вот постоял он у меня даже меньше часа, наверное. И вроде уже застывает. Поэтому так что застыть. По идее он должен. Надеюсь, не будет жидким. Вот. И сейчас я выловлю все ножки. И чуть-чуть пристынет. Буду разбирать. И накладывать в чашки. И заливать это дело всё бульоном. Так что пожелайте мне удачи. Так, сейчас вот я оббираю кости от курицы. Сейчас кладу сюда курицу. И сейчас порезаю немножко свинины. Сейчас я так сверху положу свинину. И, наверное, что ж такое. Наверное, буду заливать уже. В бульон я кинула чеснок. И, ой, фу-фу-фу. Парит, парит. Чеснок и лавровый лист. Но я, наверное, процежу бульон. Чтобы не попадались вот эти кусочки чеснока. Так что осталось ещё немножко. И аромат стоит обалденный. Надеюсь, получится вкусно. И режу очень меленько. Чтобы приятно было кушать. Так, всё. Одну чашечку я процедила бульон. Вроде прям прозрачный такой. И поставила на окно. Тут сейчас он пристынет. И потом, когда остынет, поставлю в холодильник. Прям дымок с него такой идёт. По-моему, вроде как ничего. Получается более-менее аромат обалденный. Я процедила чеснок. Через вот такое ситечко процеживала. Вот. И, по-моему, очень даже холодец должен получиться. Ну, а почему он не должен получиться? Мясо есть. Бульон есть. Всё согласно древней русской технологии. Так что поставьте лайк, если тоже, как и я, любить холодец. Ну, я не скажу, что я прям люблю. Но иногда Рождество и Пасху у меня ассоциируются, что холодец должен быть. Так, покажу вам холодец, пока он ещё жив. В общем, застыл. Всё хорошо. Жира мало. Такой, видите, прямо твёрденький застывший. И прям хорошо, не жирненький. Потому что курицы очень много было. Так что застыл. Всё прекрасно. Бедные рыбки. И сегодня мы потеряли ещё одну самку. Дело в том, что во время брачных игр наш Семён оказался слишком агрессивным мужчиной. И он её забил насмерть. Представляете, вот гад такой. Так что у него осталась одна женщина. И если он её не сбережёт, то пошёл нафиг. Больше ему женщин покупать не буду. И да, недавно у нас была трагедия с улитками. Они закостенели. Сын в слёзы просто, что они уже там погибли смертью храбрых. Крик и истерика и расстройство. Ну, эти животные оказались просто неубиваемые. Я их помыла под краном. Разбила им эту закаменевшую часть. Туда, где она сама залазит. Дверь в её домик. Дело в том, что у нас очень жарко в квартире. Прям сушит воздух батареи. Прям у нас очень тёплая квартира. И вот эти улитки, видимо, берегли воду. Мы про них забыли, что их там надо обшикать воду, наливать им. И они для сохранения влаги закупорили себе эти улитки и окаменели. И, в общем, я разбила их, посмотрела, и они начали вылазить. Я думаю, боже, я уже обрадовалась. Думаю, освободится место, ящик, всё. Но нет. Они оказались очень живучи и очень экономично расходуют свою влагу. Поэтому теперь мы им шикаем. Ну, вернее, и не я, ребёнок ухаживает полностью за улитками. Я сказала, если хочешь, улитки ухаживай. Нет, тогда они поедут далеко. Ну и, в общем, он теперь более-менее ответственно к ним стал относиться. Потому что он чувствует теперь свою ответственность за их жизнь. Сегодня у нас ночь перед Рождеством. Я так сейчас немножечко управилась. Сварила холодцы. Подготовила всё. Собрала гостиницу на завтра. И сейчас любуюсь ёлочкой. Что-то у меня гирлянда вверху. Вот здесь не горит то ли она сзади. Ну, в общем, она у нас три раза падала. Поэтому, как бы, удивительно, что вообще какая-то ещё симметрия осталась. Ребёнок почему-то решил, что надо в шкаф засунуть гирлянду. Ну, решил и решила. Зато хорошее, приятное настроение. Всех с наступающим Рождеством. Поздравляю вас, ваших близких, чтобы все были здоровы. В этом году это особенно важно. Поэтому, с наступающим вас праздником, любви, добра всем, позитива и всего хорошего. И да, помните, что с вами Оксана хорошая. Это значит, что всё будет хорошо. И спасибо, что подписываетесь, ставите лайки. Всех с праздником! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!